всем привет с вами марина и мои цветочные друзья пару дней назад я вам показывала цветение в теплице ну я думаю будет несправедливо если они покажу цветущие растения в доме тем более что их совсем немного основная масса это бугенвилий но вот сейчас показываю вам что зацвел мой антуриум это мой единственный антуриум купленный в прошлом году и то что он продержался год и даже зацвел для меня это хорошая новость потому что раньше у меня антуриумы очень быстро начинали погибать ну а дальше бугенвилии растение знакомое наверное всем нашим южанам потому что в теплом климате бугенвилия такой незаменимый для лета цветок она вырастает мощным кустом и цветет весь солнечный сезон даже сейчас зимой есть цветущие кустики бугенвилий в этом году я нещадно обрезала зимой хотя этого не нужно делать формировку лучше делать уже когда наступает весна чтобы бугенвилия обрастала на улице с доступом свежего воздуха намного лучше у нее этот процесс проходит но кусты были такие размашистые и так они мешали друг другу что пришлось делать обрезку зимой и после зимней обрезки не каждый куст оброс так как требуется но будем надеяться что весной ситуация изменится бугенвилия может цвести даже без листьев вот сейчас этот сорт мисс универ распустил цветочки практически на голых стеблях а этот сорт я просто принесла на показ из-за листьев очень красивый сорт клонг офф фаер сейчас много все-таки у нас пасмурных дней этой зимой поэтому шапка цветочная остается такой персико оранжевый а если солнца много то у нее оранжевый цвет потом постепенно переходит в малиновый смотрится это очень необычно привычные если желтый оранжевый розовый малиновый а тут получается из такого оранжево персикового совсем другой оттенок цвета в малиновый цвет цветы бугенвилии похожи на бумажные они даже шуршат так как бумага это тоже махровый белый сорт привычно говорить цветы бугенвилии хотя на самом деле это прицветники у нас встречаются растения у которых прицветники красивее чем сам сами цветы например наша пуансеттия рождественская звезда у нее тоже красный цвет это цвет прицветников а цветочки мелкие то же самое и у бугенвилии чуть позже покажу на немахровом сорте у махровых сортов серединка цветка не видна поэтому цветочки бугенвилии практически рассмотреть на это на этих сортах невозможно расцветки бугенвилии самые разные вот этот сорт называется double orange то есть он такого насыщенно оранжевого цвета а этот сорт у меня без названия отличительная особенность выдает такие высокие побеги и полностью весь весь верх побега забит цветочными бутонами потом распускается помпон на верхушке бугенвилии у меня цветы для души и они сами так решили потому что они у меня только растут и цветут но не размножаются практически укоренение бугенвилии у меня не получается сейчас показываю сорт double red красиво цветы бугенвилии очень красиво смотрятся один из новых у нас сортов он появился в прошлом году это purple butterfly заостренные кончики прицветников и листик с пестротой бугенвилии относятся к тем растениям которые полностью должны сменить листья в конце цветочного сезона поэтому старые листья постепенно осыпаются на месте старых листьев листьев вырастают новые ну и кроме того цветет бугенвилия на новых побегах поэтому формирующая обрезка кустам обязательно нужна потом на цветочных побегах начинают просыпаться боковые почки и весной куст весь будет зеленым таким как и был вот это интересный сорт у него пестрота проявляется только в зимнее время в яркое летнее солнечное время листочки остаются такими зелеными так сорт называется сейчас посмотрю реджи голд называется сорт краб золотистый на старых листах молодой прирост зеленый а вот тот пестрый пестрый сорт в начале у того наоборот старые листы зеленые молодые почти белые тоже интересная особенность сорта вот первый раз в этом году так обильно зацвел вот этот сорт это луиза валтон ред называется и вот сейчас куст просто весь в цветах прицветники яркие очень крупные смотрится очень красиво заказывать мне черенки бесполезно потому что еще раз говорю что никогда не знаю что укоренится что нет укоренение все таки происходит то есть я обновляю кустики но для этого требуется много усилий и много черенков нужно поставить чтобы получить какой-то практический выход обычно в этом случае говорят не мое растение не могу такого сказать о бугенвилле просто не могу от них отказаться тем более что рост и цветение есть значит это уже стимул для того чтобы растить их в своих цветочных дебрях почему бугенвилле стоят в доме я вам уже рассказывала и показывала что есть теплица дело в том что бугенвилле не любит резких перепадов температуры а у нас все таки в теплице они бывают ночные и дневные очень сильно отличаются в этом случае бугенвилле не знает как ей себя вести она не боится жары но боится холодов поэтому я не рискую не оставляю хотя в доме конечно смотрится это ужасно все окна загорожены вот такими огромными кустами я заняла под это одну цветочную комнату чтобы там уже нигде домашних моих это не раздражало потому что ну не красиво смотрятся бугенвилле в зимнее время когда они не цветут а просто вот возвышаются такими всевозможными обросшими не обросшими ветками кое-где цветут кусты кое-где не цветут на данный момент где-то третья часть коллекции только цветет ну надо сказать что бугенвилле и цветут не только на юге России я вижу показы девочек из средней полосы России там тоже бугенвилля зацветает по крайней мере летом если солнца достаточно и вовремя провести формирующую обрезку то бугенвилля будет цвести должна по крайней мере очень хорошо в летнее время зацветают в душной жаркой летней пленочной теплице если сверху конечно есть притенение вот там цветение сто процентов наступает у каждого куста ну и помимо цветущих бугенвилле еще зацветают фаленопсисы и вот сейчас на показ я вам принесла один из кустиков в прошлом году я пересадила на свой страх и риск его в огромный горшок потому что корневая у него была как медуза горгона то есть во все стороны торчали воздушные корни и вот я поместила его в большой объем ну и надо сказать что ему тут понравилось как ни странно то есть я наблюдала готова была в любой момент поменять ему место жительства пересадить в меньший горшочек но он чувствует себя хорошо поэтому пока остается здесь цветочная стрела у фаленопсисов как телескопическая удочка то есть вот если на кончике вы видите бутон то за ним будет следующий нарастать и следующий и следующий и как у гладиолуса тоже так бывает что верхушка цветет а внизу уже цветочки увядают так и у фаленопсисов те цветы которые распустились раньше они уже будут увядать и опадать а вот здесь будут нарастать новые и новые цветочки и в общей сложности цветение длится полгода ну и пока еще держит цветочек мой башмачок пафиопедилиум тоже в прошлом году я поставила горшочек вот в такой горшок на ножке и ему тут понравилось то есть там стоит кашпо которое со всех сторон заполнены пространство кусочками коры и поливаю я не в сам горшочек а по краешку большого горшка в котором стоит пафиопедилиум в этом году он пожадничал в прошлом году у него было три цветка в этом году всего один но зато красивый большой и яркий на этом дорогие друзья все все что хотела вам показала видео небольшое до свидания до новых встреч пока до новых встреч пока до новых встреч пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч